В журнале Science Advanced, это новый журнал из блока журналов Science, появилась статья любопытная японских антонологов, которые сообщают о том, что, оказывается, у тлей, которых охраняют муравьи, полиморфизм по окраске, то есть разнообразие окраски этих самых тлей поддерживается, по-видимому, самими муравьями. Тут научная проблема состоит в том, что в эволюционной биологии известно несколько механизмов, которые могут обеспечить полиморфизм популяции. То есть существование нескольких дискретных вариантов какого-то признака, ну, например, окраски. Вот среди тлей много видов имеют такой полиморфизм. Ну, например, у ряда видов есть зеленая форма и красная форма, вот живут зеленые тли и красные тли. Дело в том, что просто так полиморфизм поддерживаться не будет. Если один из фенотипов более приспособленный, он, соответственно, должен вытеснить другой. Если у них одинаковая приспособленность, то за счет генетического дрейфа будут происходить случайные колебания частот этих фенотипов, и в конце концов обязательно один из них вытеснит другой. Всего случайных причин. Значит, если сохраняется такой полиморфизм, разнообразие окраски, значит, есть какая-то специальная причина. В эволюционной биологии известно несколько возможных механизмов. Одна из них это частотнозависимый отбор, то есть когда выгодно быть обладателем редкого варианта признака. Второй вариант, то есть если признак становится редким, он автоматически становится более полезным. Тогда получается так называемый балансирующий частотнозависимый отбор. Второй вариант, это разнородность условий среды, такая, что преимущество получает то одни формы, то другие, и ни одна не может вытеснить другую. И, наконец, там, третий еще есть вариант, адаптивное преимущество гетерозигот, когда гетерозигот к какому-то признаку наиболее приспособлено, а бомо-зиготы приспособлены хуже, но они постоянно выщепляются, постоянно появляются в популяции, потому что отбор поддерживает гетерозигот. Ну, все это известные механизмы, есть примеры, но вот штука в том, что к тлям, которые охраняются тщательно муравьями, эти объяснения, по-видимому, не приложились. Вот для обычных тлей, которые не охраняются муравьями или охраняются редко, объясняют такой полиморфиз по окраске действием хищников, а именно, что божьи коровки преимущественно охотятся на красных тлей, а наездники откладывают яйца преимущественно в зеленых. И, соответственно, в одних условиях, если больше риска попасться божьей коровке, преимущество получают зеленые формы, а если сильнее угроза со стороны наездников, преимущество получают красные формы. Вот поддерживается полиморфизм. Но дело в том, что тли, охраняемые муравьями, они надежно защищены от всех этих хищников. Муравьи их очень эффективно защищают. Почему же тогда у этих видов тлей тоже поддерживается полиморфизм? Вот исследователи японские обнаружили, что у одного вида тлей, который они изучали, который живет в Японии, и всегда живет под защитой муравьев, сами муравьи почему-то предпочитают такие популяции тлей, в которых есть и красные, и зеленые формы. Они их более интенсивно охраняют. Там больше муравьев на каждую тлю приходится в таких популяциях. По-видимому, вот эта более тщательная забота о разноцветных колониях позволяет поддерживать полиморфизм по окраске. Ну, если это подтвердится, там данные во многом еще такие предварительные нуждающиеся в дополнительных проверках, но если это подтвердится, то это, можно сказать, будет открытие принципиально нового механизма поддержания полиморфизма в популяции. Этот механизм основан на симбиотических отношениях и поддерживается с симбионтами. Симбионты муравьев в данном случае осуществляют такой своеобразный групповой отбор. То есть лучше ухаживают за теми популяциями тлей, где есть полиморфизм по окраске, где есть и красные, и зеленые формы. Ну, вот.